МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не было более страшного противника у вражеских субмарин, чем быстрые, цепкие и бесшумные морские охотники. Выдающиеся боевые качества этих универсальных судов подтвердила Великая Отечественная война. Рассказ об этом в фильме Оружие. В 20-е-30-е годы прошлого века среди советских военно-морских теоретиков вели борьбу две противоположные школы. Одну из них поддерживал тогдашний заместитель начальника генерального штаба Михаил Тухачевский. Другую – выдающийся военный специалист, начальник оперативного управления генштаба Владимир Триандафилов. Представители первой школы ратовали за так называемый Москитный флот. Они считали, что для обороны собственных берегов нет никакой необходимости в постройке дорогостоящих кораблей основных классов – линкоров, крейсеров, эсминцев. Гораздо дешевле иметь в строю несколько десятков подводных лодок, торпедных катеров и сторожевиков. Если враг приблизится к нашим берегам, подводные лодки атакуют его в открытом море, а торпедные катера – в прибрежных районах. Сторонники другой школы считали, что постройка множества малых прибрежных боевых единиц в основе своей порочна, поскольку инициатива ведения войны на море сознательно передается в руки противника. К тому же быстрое развитие средств поражения очень скоро сделает боевую работу и торпедных катеров, и подводных лодок невозможной. Вначале победила первая точка зрения. Стали строиться небольшие субмарины, торпедные катера и глиссеры. Управление пограничной охраны НКВД и военно-морское ведомство приступили к совместной разработке малого катера, который мог одновременно охранять морские границы и охотиться за вражескими подводными лодками. Но в конце 30-х годов в Советском Союзе точка зрения на будущую морскую войну радикально изменилась. Боевые возможности малых судов признали ничтожными. Идеи москитного флота были сданы в архив. Теперь советские флотоводцы хотели иметь нормальный большой флот. Это означало, что линия обороны советских берегов должна быть отодвинута как можно дальше, вестись активно и наступательно. По этой причине ввод в строй малых боевых кораблей, в том числе охотников за подводными лодками, затормозился. Только с началом Второй мировой войны в 1939 году темпы строительства пограничных катеров и малых охотников возросли. Это произошло в немалой степени благодаря их дешевизне. Стоимость катера типа МО-4 была в 36 раз ниже стоимости эсминца. С первого же дня Великой Отечественной войны основная боевая нагрузка легла на легкие силы флота. Эскадренные миноносцы, тральщики, катера. Они занимались буквально всем. Борьбой с кораблями и подводными лодками противника, охраной морских конвоев, доставкой подкреплений и боеприпасов, высадкой десантов и диверсионных групп. Боевые действия крупных кораблей, линкоров и крейсеров рабоче-христианского Красного флота носили ограниченный эпизодический характер и сводились в основном к артиллерийской поддержке обороняющихся на приморских направлениях сукопутных войск. Основные усилия Крикс-Марины, военно-морского флота Германии, были сосредоточены на Балтике, поскольку в Черном море к 1941 году немцы своих боевых кораблей не имели. К началу Великой Отечественной войны мы имеем в составе Балтийского флота это 44 морских охотника за подводными лодками. Мы видим активные действия с самого начала Великой Отечественной войны, активные действия больших и малых охотников и при обороне полуострова Ханку. нередко на море разворачивались настоящее сражение между кораблями легкого класса. Немецкий адмирал Фридрих Руге позднее так писал по этому поводу. Малая война в Финском заливе вызывала длительное напряжение сил. Обладая уникальными мореходными качествами, в штормовую погоду, когда корабли большого водоизмещения вынуждены были укрываться в бухтах, малые охотники продолжали нести дозорную службу. Они успешно выполняли и свою главную боевую задачу уничтожение подводных лодок противника. Для обнаружения субмарин на охотнике имелась шумопеленгаторная или гидролокационная станция, а для уничтожения лодок 24 глубинные бомбы. Атака обнаруженной лодки завершалась прицельным бомбометанием. При групповых атаках производилось серийное бомбометание для увеличения площади и вероятности поражения. В итоге, за годы войны только на Балтике мошки потопили 15 немецких субмарин. С 30 июля подводная лодка У-250, которую командовал Вернер Шмидт в Выборгском заливе, была обнаружена нашим морским охотником, малым охотником МО-105. Обнаружил подводную лодку и атаковал ее большими глубинными бомбами. 135 килограмм взрывчатого вещества. Лодка на мелководье уйти от атаки не могла. Первая атака не дала серьезного результата. Вторая привела к тому, что лодка рухнула на дно. Уже в первый период войны выявилась потребность усилить деревянный корпус МО-4. Катера стали частично бронировать. В результате повысилась живучесть этих кораблей, снизились потери личного состава от вражеского огня. Было немало случаев, когда малым охотникам отрывало миной, авиабомбой или даже торпедой четыре носовых отсека по самую рубку. Они не только оставались на плаву, но и приходили на базу своим ходом. Мошки вписали немало славных страниц в морскую боевую летовость. Командующий Балтийским флотом адмирал Трибус писал в своих мемуарах. Морские охотники в Великой Отечественной войне стали лидерами Малой морской войны. Малой, но протекавшей с ожесточением и большой кровью. Со второй половины Великой Отечественной войны германские субмарины стали стрелять по советским противолодочным катерам торпедами. Никогда до этого и после этого в истории войн на море торпедное оружие, предназначенное для уничтожения линкоров, крейсеров, эсминцев и крупных транспортов не применялось против москитного флота. Именно в Мошках немецкие подводники видели своего самого грозного противника. Для борьбы с вражескими подводными лодками был создан еще один класс кораблей «Большие морские охотники». Они несли дозорную и охранную службу возле военно-морских баз и на путях развертывания сил флота. Разработка «Больших охотников» началась перед самым началом войны. Первые два корабля этого класса были построены в июле 1941 года. Их основной задачей было осеннее дозорной охранной службы в ближней зоне советских военно-морских баз и на путях развертывания сил флота и действия по вызову вне районов базирования. Эти суда имели большее водоизмещение а соответственно и больше радиоуздействия чем их малая собрать поэтому они активно привлекались к проведению десантных операций и сопровождению союзных морских конвоев. Самыми массовыми сериями строились «Большие охотники» за подводными лодками на основе базового проекта 122. БО «Большой охотник» за подводными лодками «Проект-122». Водоизмещение 275 тонн Длина 48,5 метров Ширина 5,5 метров Осадка 2 метра Скорость 24 узла Дальность плавания 2500 миль Силовая установка 3 дизельных двигателя общей мощностью 3300 лошадиных сил Экипаж 49 человек Корпус «Большого охотника» целиком сваривался из стали Надстройки выполнялись из алюминиевых сплавов Такая конструктивная схема стала классической для многих послевоенных поколений боевых катеров и кораблей Большой охотник был вооружен 76-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой 3-мя крупнокалиберными зенитными пулеметами ДШК Он оснащался гидроакустической станцией и нес на борту 56 глубинных бомб различной мощности Проект 122 опередил свое время как минимум на 10 лет И опыт Второй мировой войны показал что именно в таких кораблях остро нуждается флот Большой охотник позднее выпускался в нескольких модификациях Проект 122А Проект 122БИС Изменение конструкции касалось главным образом вооружения Вместо 76-мм орудия было установлено 85-мм Дополнительно устанавливались два зенитных автомата калибром 37 мм Гидроакустические станции заменялись на более совершенные образцы Корабль оснащался радиолокационными станциями общего обнаружения Разработка Проекта 122 положила начало созданию специализированного класса крупных противолодочных кораблей Всего с 1939 по 1955 годы было построено и сдано флоту около 300 больших охотников за подводными лодками различных модификаций Из них 15 во время Великой Отечественной войны Благодаря своим универсальным возможностям в послевоенные годы корабли этого проекта пользовались спросом за рубежом Большие охотники стали первыми боевыми кораблями которые по советской лицензии начали строиться в Китайской Народной Республике Они поставлялись также в Албанию Болгарию Румынию Польшу Индонезию Египет на Кубу В 20 веке войну на море вели не только надводные корабли и субмарины Урена завоевали место в составе военно-морского флота крылатые машины Рассказ о морской авиации в следующем фильме Оружие КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ